Добрый день, дорогие участники! Рады вас опять видеть на наших вебинарах. Надеюсь, вы не устаете и настроение у вас предпраздничное. Сегодня нашей гостьей является Лола Каримова. Немного о Лоле, она сама вам расскажет чуть позже, после того, как я объявлю о нашем проекте. Проект реализуется в форме АПР, то есть это торгово-промышленная, ремесленная сельскохозяйственная палата Милана, Монце, Брианце, Лоди, то есть это в Италии, в консорциуме с торгово-промышленной палатой в Республике Узбекистан. В рамках данного проекта мы уже провели ряд вебинаров, где участвовали видные эксперты из нашей страны. Сегодня же нашей гостьей является Лола Каримова. Не могли бы рассказать немного о себе? Здравствуйте, меня слышно, да? Да, я международный бухгалтер-практик, я консультант, финансовый и налоговый консультант в основном в фармацевтической деятельности. Мы проводим тренинги, бизнес-тренинги, налоговые тренинги, консультации учредителей, бизнесменов в области законодательства и налогоплательния. Что нас сегодня ожидает, Лола? Нас сегодня ожидает самая болезненная тема – это налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Супер. Но в таком случае мы не будем тянуть, потому что за один час раскрыть всю тему будет довольно-таки сложно. Но думаю, что вы с этим справитесь. Поэтому желаю вам удачи. А я буду рядом за кулисом. Передаю вам микрофон и камеру. И, наверное, начинаем. Спасибо большое. Ну, начнем. У нас время ограничено, программа большая, поэтому попытаемся уложиться в один час. Это, конечно, невозможно 450 страниц нового налогового кодекса разом все изучить и рассказать, с учетом того, что в этом году все столкнулись со сложностями, начиная от бухгалтеров до бизнесменов и учредителей. И скажу сразу из практики. Те учреди, которые с этого года напрямую участвуют в деятельности своей компании, они, конечно, держат руку на пульсе. Им удается вовремя решать какие-то вопросы, подключать консультантов, решать нестандартные ситуации, потому что с этого года наш бизнес в плане законодательства стал немножко сложнее. И приходится много изучать и многому обучаться. Но так как сейчас карантина, у многих времени стало побольше. И, конечно, как бы большой совет тому, чтобы каждый учредитель сам вникал в свою деятельность, потому что он все-таки заинтересован в своих денежных потоках. Это его прибыль. А с учетом того, что внешняя среда сейчас у нас такая ограниченная, то здесь нужно вовремя принимать важные решения касательно прибыли компании. Ну, начнем. У нас сегодня НДС и налог на прибыль. Пройдемся кратко. Ну, потому что невозможно это. Каждый индивидуально будет по своей деятельности это изучать. Советую читать. Это должна быть все-таки как бы настольная книга, потому что много нюансов, много изменений. У нас еще предвидятся изменения к налоговому кодексу. Наверное, вот, может быть, к осени будут изменения в налогообложении, будут изменения по видам деятельности компании. Ну, а сейчас уже практически каждый день выходят какие-то законы, какие-то указы, льготы. И всегда надо читать все новости и быть в курсе. Ну, касательно изменений налогообложений в июле, которые, может быть, все слышали, что малым предприятиям микрофирмы предоставляют отсрочку по уплате таможенной пошлины и акцизного налога при ввозе товара, кроме потребительского, на 120 дней. Сейчас понимают, что оборачиваемость денежных средств на счетах замедлилась. Не у всех есть финансовые ресурсы, с учетом того, что многие не работают. Поэтому дали вот такую отсрочку. Также приостановили взыскание. Если у компании, у микрофирмы, малопредприятий на 15 мая была какая-то задолженность по налогам пении штрафа за нарушение законодательства, то взыскания тоже должны были приостановить. Также в период до 1 июля 2021 года, то есть практически целый год, по мере снятия карантина предоставляют право осуществлять торговлю. То есть если кто сейчас думает, в каком направлении заняться и что же сейчас можно придумать в условиях карантина, тот, кто не работает, особенно это касается общепита ресторанов, ну и многих компаний, то можно открыть автолавку, автомагазин, автоприцеп, фудтрак, как это за границей происходит, по хот-догам, да, перевозной такой. Но им разрешается останавливаться там, где не запрещено, на каких-то стоянках. И до 31 декабря 2020 года продлили льготу по налогу на имущество и землю для малых предприятий, рынков, торговых комплексов, общепита, спортивных заведений и так далее. Подробно вы можете посмотреть в указе президента 60-29 от 20 июля этого года. Вот, это дали для того, чтобы эти направления сейчас практически остались вообще без какого-либо оборота. Естественно, у них нет финансовых средств оплачивать, использовать эту землю, имущество и платить налоги. Все простаивает. Ну и остальным всем дали для микрофирмы малых предприятий дали льготу по социальному налогу. Она у нас была май-июнь, продлили июль и до декабря. Вместо 12% 1% ставка. Также кто получает от физических лиц имущество, именно недвижимое имущество в аренду, теперь не оплачивают с 1 июля подоходный налог. Поэтому можно напрямую перечислять за аренду, при этом не выплачивать до конца года. И приостанавливать минимальные ставки по аренде, которые у нас были по недвижимому имуществу, также по автомобилям. Вот это вот на июльские такие новости. Дальше будем мы смотреть. По мере того, сколько будет проходить карантин у нас, сколько мы будем ограничены, мы будем это все постепенно узнавать. Ну, налог на добавленную стоимость. Скажите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, кто сейчас находится в деятельности, кто сейчас руководит или ведет учет и знаком с налогообложением. Поставьте, пожалуйста, единички. Чтобы уже знать, кто знаком, насколько глубоко мне нужно сейчас это рассказывать. Ну, если бизнесменов, которые ведут, предпринимателей, которые знакомы, бухгалтера, конечно, это прежде всего налогообложение касается их. Потому что у нас цена теперь зависит от налога на добавленную стоимость. Также прибыль зависит от налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость – это 15%, которые прибавляются к нашей цене. Налог на добавленную стоимость – это надо знать всем, он в цене не участвует. Это косвенный налог. Он пришел, мы его передали дальше. Конечным плательщиком налога на добавленную стоимость является конечный потребитель, физическое лицо, которое никому дальше передать его не может. Поэтому, если самая элементарная и понятная схема, если у вас есть входящий НДС, особенно по торговле, есть исходящий НДС, платите вы практически в налоговую только разницу между входящим и исходящим НДСом. У вас определенная маржа, которую вы добавляете, свою маржу, входящему продукту, вот практически от него 15% уходит. Это кроме, конечно, производства. С производством у нас немного сложнее, потому что производство, у него нет входящего практически НДС. У нас производство образуется от сырья, от наклонных расходов, от труда, и это себестоимость, плюс наценка, и это все у нас облагается 15% налога на добавленную стоимость. У зарплат, естественно, нет НДС. У наклонных расходов, электроэнергия, аренда, вода, там все что угодно, которые наклонные берутся, там практически очень мало НДС. И основной НДС, конечно, идет от сырья. Если ваше сырье составляет от стоимости 80%, то да, тогда у вас зачет НДС будет хороший. Если у вас сырья маленькая доля, у вас зачета будет мало. Поэтому многие производители столкнулись с тем, что увеличился налог, увеличилась нагрузка на производство, потому что надо вот эту вот цепочку, первые производители, которые должны вот эту цепочку начинать, вот, и передавать уже свой продукт оптовикам, конечно, здесь выходит намного сложнее. И многие производители именно пострадали по стоимости, потому что им приходится много платить НДС в налоговую. И по оптовикам ситуация немного, конечно, легче. И по фермерским хозяйствам, которые с этого года перешли на общеустановленные налоги или на налог с оборота, на общеустановленные налоги, они стали плательщиками НДС и налог на прибыль, у кого земля составляет наличие больше 50 гектар. Если до 50 гектар, они остаются на налоге с оборота 4%. Те, которые свыше 50, они пласят 15% НДС и нулевую ставку по налогу на прибыль, о которой мы поговорим позже. Это не льгота, но это не отсутствие вообще налога на прибыль, это есть ставка, она просто на данный момент нулевая. И что мы должны учитывать в деятельности? Мы настолько привыкли всегда, когда был единоналоговый платеж работать с ним, мы облагали все от выручки, и мы не думали, мы закладывали в маржу процент свой, закладывали налог с оборота, свой процент, единоналоговый платеж, мы максимально находили нашу наценку, высчитывали оттуда все наши расходы периода, все наши маркетинговые, рекламные затраты, прочие затраты, и выходили приблизительно на прибыль. От обратного мы всегда считали, это уже как бы финансовый менеджмент, финансовый планируемый управленческий учет, мы считали, сколько нам нужно заложить маржи. Вот, теперь ситуация в этом году стала сложнее, потому что все бизнесмены столкнулись с вопросом, как закладывать маржу, как просчитать этот НДС, как просчитать импорт товара, как просчитать, сколько за счет, сколько нет за счет. И очень дополнительных, в связи с налоговым кодексом, много нюансов, о которых тоже не виситые еще познания. Начнем по порядку. НДС у нас возникает, когда юридическое лицо передает, юридическому лицу товар, когда переходит право собственности, когда меняется собственник, хозяин у товара. Не важно, это самое главное, чтобы поменялось лицо, кому этот товар принадлежит, когда возникает НДС. Это имущество, если вкладывается в уставной фонд юридического, юридическое лицо вкладывает в уставной фонд другого юридического, имущество, сменяется одно юридическое лицо на другое, значит, возникает НДС. Товар – это наша реализация. Если мы передаем безвозмездно товар, меняется собственник. Даже если безвозмездно мы не получим за это деньги, но мы так решили подарить другой компании компьютер, то в данном случае мы этот НДС заплатим за свой счет и посадим свои расходы. Ну, зачем? Ну, как-то, можно сказать, ну, не дарите, да? Пытожди, они у вас купят и заплатят этот НДС вам, а у себя возьмут за счет. Товарные скидки. Многие компании предоставляют товарные скидки для продвижения своего товара. Может быть, бонусом товарной скидки предоставляется при закупе какого-то большого объема. Это уже у нас ценовая политика ценообразования. Если вы такую политику ведете, то вам, соответственно, нужно заработать документ по ценовой политике, кому какие скидки вы предоставляете, при каких условиях. Товар по займу. Даже если вы товар передали в долг, все равно товар меняется, собственно, вернет он вам, не вернет. И для собственных нужд, если вы для себя, для своих сотрудников передаете, если вы, как Юрий Лицо, передаете своим сотрудникам табак или услугу сотрудника, для личных нужд, или еще раз, зарплаты, также в счет дивидендов. В данном случае везде возникает НДС, вы должны будете платить. Это очень часто вопрос, да? Любой шаг, если вы получаете, мы платим на НДС 40. Сколько мы можем заплатить? Все надо заплатить, каждый шаг. Ну, хотим мы передать своему сотруднику сейчас тесты, да, от коронавируса или лекарства какие-то. Ну, в принципе, это не должен быть расход компании, это все-таки ответственность самого сотрудника, и он должен позаботиться все-таки о своем здоровье. Дальше у нас есть такое понятие, как зачет. Кто в девятнадцатом году перешел на НДС, многие с этим воевали, наверное, первые полугодия с налоговой, когда они могли определить, какой метод зачета выбирать, партизациональный или раздельный. В данном случае, если брать все виды деятельности компании, то лучше, если есть любая компания, лучше выбирать любую компанию НДС, лучше внешне выбирать раздельный метод, потому что, как показала эта практика, если выбирать этот партизациональный метод, то там больше налогов будет покупать. Если у вас только исходящий, облагаемый оборот, то есть, например, допустим, реализовываете какой-то, и когда у вас нет никаких льготок, можно спокойно набрать раздельный, потому что пересходящий НДС, то есть пропорционально пересходящий НДС будет делиться в пропорции. Если у вас льготок, например, это фармацептики. Фармацептики, лекарственные средства, медизделия имеют льготный оборот практически 90%. И бывают ситуации, когда приходят БАДы. По БАДам это облагаемый оборот. И чтобы БАДы не делились как пропорция, они его сразу, полностью исходящий НДС по БАДам берут за счет и используются резервными методами. Метод выбирается один раз, он, наверное, выбирается, прописывается в учетах по физике, и он выбирается на весь год и не меняется. Поэтому, если у вас нет льготок, то он наберет пропорцию, а что он сам считает, на самом деле, сколько мы берем зачетов. Если есть льготы, используем раздельный метод. Раздельно ведем льготный оборот, раздельно ведем облагаемый оборот. Дальше, что мы берем в зачет и в каких случаях? Есть условия, при которых мы берем зачет. Для этого у нас должен быть исходящий облагаемый оборот. Если мы берем исходящий НДС зачет, мы берем его только на долю исходящего. Значит, у нас должен быть исходящий облагаемый оборот или по нулевой ставке. По нулевой ставке НДС – это у нас экспорт. И вот по нему мы исходящий берем зачет. Также, если у нас идет облагаемый оборот, это у нас есть фактур, на котором выделены НДС, и поставщик, который нам передает этот НДС в счет фактуры, он является сомнительщиком НДС. В данном случае он должен иметь регистрационное удостоверение. Регистрационное удостоверение могут отобрать, аннулировать, скажем так, налогу, в некоторых случаях, нарушение. И поэтому надо всегда знать, с каким поставщиком контрагентом мы работаем. Потому что, бывая в случае, нам передают счет фактуры, не поставщику, а на свой НДС, а спустя полгода приходит Хабарнома или Далладнома, и нам сообщают, что, например, в октябре месяце 19-го года он потерял свой список НДС, и мы не можем этот НДС взять за счет. Нам приходится, что это все переставалось, и этот НДС, не брали за деньги, мы берем зачет, мы сходящим, мы платим больше, потому что уходящего не требуем. Это, в основном, мы должны заплатить налогу и перезадать отчет. Следующее. И при импорте. Если при импорте, если мы платим на бюджет, мы не можем тоже его брать за счетом. Многие спрашивают, какая разница, платить налогу, платить таможенню, и неудача ли мы заплатить таможенню, выходящую НДС, а потом им не платить, получите льготу, да, как вы даете с теми врядом, разницы нет. Если у вас есть льгота, то исходящая НДС, то исходящая часть вы полностью будете заплатить налоговую. Если вы заплатите таможенню, вы на исходящую НДС отнимаете входящую таможенню и платите часть налоговую. То есть этот платеж стреляется на большую часть. Если часть на прочую выходит, часть придет в налоговую. Поэтому от того, что вы получите льготу или заплатите НДС натоможенню, когда есть такие варианты, сумма не поменяется. Просто этот платеж делится на разные части. И стоимость ИНДС в плате, он не влияет. Вот. И, как сказать, у нас в том, что мы будем ставить НДС, это все нормально, что это выписка банка. Это заблокали с зачетом. Но у нас также мы можем взять за зачет по имуществу, по основным средствам, по входящим услугам, по услугам сторонних организаций, на долю исходящего оборота облагаемого. Но если зачет не предусмотрен, если у нас есть какая-то льгота, например, по каким-то финансовым услугам, если мы фармкомпания, например, то на долю исходящего льготного оборота мы зачет брать не можем. Вот поэтому здесь по основным средствам, по объектам недвижимости, по нематериальным активам, по товарам и услугам, выходящим, по общим всем услугам, которые нам предоставляются, которые мы не можем взять за счет, мы выделим пропорционально на долю исходящего и необлагаемого оборота. И вот эту часть мы не берем за счет. Причем, например, она у нас скорректируется постоянно, и это в отношении той же машины. Приходит этот автомобиль. У нас есть часть льготного оборота, часть обладаемого оборота. Например, мы продаем лекарства, и мы продаем консовары. Вот на долю консоваров мы можем взять от этого автомобиля НДС зачет. На долю лекарств мы зачет взять не можем. При том, что потом, когда у нас будет пересчитываться льгота по лекарствам и увеличиваться или уменьшаться, вот на расстоянии, чем этот НДС от автомобиля будет пересчитываться в пользу зачета и незачета, который при нем будет ежемесячно меняться. А у нас в автомобиле есть эмоцизация. И у нас будет фактически меняться эмоцизация. Вот такой вопрос, когда зависит, что каждому бухгалтеру или предпринимателю надо самому выбирать беремые. Мы можем взять незачет и забыть вообще про этот НДС, и с ними не учится, и каждый месяц с ними пересчитывали. То есть здесь уже компания сама выбирает, насколько она хочет, и постоянно пересчитывается. Далее. Незачет и резко, который присоединится в стоимость. По добарам, по основным средствам, используем для неополагаемого оборота. Это то, что я сказала. Это без, что для лежащего плате по поставщикам и по импорту не относится в зачет, а учителя со стоимость этих товаров. Так, вспомним все наши представительские расходы, когда проводились какие-то операции, мы встречали гостей, оплачивали билеты, гостиницу, встречали партнеров для проведения переговоров, проводили какие-то мероприятия. И, в принципе, представительские расходы, какие приказы только не шли. Так вот, вот здесь входящий НДС, он будет вне зачете. Он сейчас сразу сядет в стоимость, потому что это представительские расходы раз, и безвозмездно получено имущество. Имущество нам подарили. Мы на нее НДС, они заплатили на входе. Поэтому на выходе, на входе даже если он есть, он садится в стоимость. И если мы безвозмездный товар потом дали и передаем, мы полностью его облагаем, и мы от этой стоимости, от стоимости безвозмездно полученного товара все 15% НДС несем за свой счет. Поэтому прежде чем вы что-то какому-то передали безвозмездно, подумайте, какая налоговая нагрузка в виде 15% на вас ложится. По имуществу, также приобретенному в целях осуществления расходов, не подлежащих вычету на основании статьи 317 Налогового кодекса. По невычитаемым расходам. Если вы что-то приобретаете по невычитаемым расходам, а для нас это основной пункт. Вы, например, приобретаете автомобиль. Многие спрашивают, да, какой автомобиль, например, к активу, или возьмем там самый продовольный автомобиль GM за 40 тысяч долларов. Ну, понятно, да, в принципе, директор может ездить, здесь логика такая, директор может ездить, ну, на простом машине, на каком-то, скажем так, но максимально, там, любую, да, для деятельности компании. Зачем компания приобретает такой дорогой автомобиль? С него амортизация увеличивается. Амортизация у нас уменьшает налог на прибыль. Значит, мы уменьшаем налог в бюджет. Соответственно, будет проверяться, в каких целях используется этот автомобиль. Что на нем перевозят, что на нем ездят, кому он прикреплен. Поэтому и в данном случае это будет автомобиль, который не используется в предпринимательских целях, в целях получения дохода. Как автомобиль дорогой марки вам помогает получить доход? С этим сталкивались многие. Помните, когда приобретался автомобиль, сложно было купить его физику, приобретал его Юрик, автомобиль передавался учредителю. Страхование, все расходы на автомобиль оплачивались учредителям, как физикам самим. И, соответственно, компания, в течение пяти лет автомобиль вообще не видела. Автомобиль висел на балансе, шла амортизация. Амортизация уменьшала налог на прибыль, была вычитаемым расходом. Поэтому с этого года к этой статье расходов очень внимательное отношение. И с учетом потом налогового аудита и налогово-поездных проверок будут проверяться автомобили, чьи автомобили, кто на них ездит. Поэтому с января месяца практически все просмотрели все основные средства, в каких целях они используются, приносят ли они доход. И касательно автомобиля. Автомобиль должен быть прикреплен приказом за определенным человеком или водителем. То есть если это экспедитор, водитель-экспедитор. Если это менеджер по торговле, который ездит, заключая договора. Или распространяет там свою продукцию, образцы раздает по больницам. Или то есть тот сотрудник, которому действительно необходима машина. И он имеет какой-то разъездной вид работы. То в данном случае прикрепляется приказом, заправляется бензин по корпоративной карте. И ведутся путевые листы. Путевые листы ведутся на основании... Как у сервисной книжки, у каждой машины есть расход, да. Сколько литров бензина на 100 километров расходует машина. Так вот по пробегу считается, сколько литров расходуется, сколько заправил. По норме израсходовали, бензин списали на основании путевого листа, сделали акт списания. Это действительно необходимо, потому что... Действительно подтверждаем, что этот автомобиль используется в производственных целях. В целях получения дохода предпринимательской деятельности. Встречают, провожают, работают с контрагентами. Что-то развозят, отвозят, чтобы не использовать курьерскую службу. То в данном случае и НДС будет зачет. И это будет вычитаемый расход. Амортизация будет вычитаема. Если докажут, что этот автомобиль стоит, амортизация идет, на ней никто не ездит, не заправляется бензин, ее никто не использует, как юридическое лицо, а ездит какой-то физик, учредитель, директор по своим делам, то вся амортизация будет облагаема налогом на прибыль 15%. Это будет невычитаемый расход. И НДС будет не в зачет. Поэтому в данном случае продумываем, как мы это все будем использовать в своей деятельности, если мы открываем компанию или мы уже действующая компания. Например, также картина, которая стоимостью 10 миллионов, какая-нибудь уникальная картина, которая висит в офисе в простом и является основным средством и уменьшает налог на прибыль, тут будет вопрос. Вы гостиница или музей, или что, каким образом эта картина вам приносит выгоду, каким образом вы на этой картине зарабатываете. Соответственно, здесь надо пересмотреть все основные средства. Это вот касательно деятельности компании. Дальше. Ну, по представительским понятно. Здесь, тут будет не зачет. Далее. Ну, вот легковые автомобили, но мотоциклы, да, вертолеты, я думаю, вряд ли у кого-то есть, моторные лодки, самолеты. Ну, и все, что вот оно будет, и также топливо для них, это не будет подлежать зачету. НДС, который садится в расход. В расход он у нас будет вычитаемым. По общим затратам. Если мы распределили, что у нас вышло на льготу, который НДС был не зачет, мы его перебрасываем на расход. По общим затратам, по всем счет фактурам, входящим на услуги, по материалам, по основным средствам, по которым невозможно вести раздельный учет, производится распределение затрат пропорциональным методом. То есть мы этот НДС списываем. И он у нас тогда идет не в зачет, он у нас идет в затраты. Эти затраты являются вычитаемым расходом. Ну, здесь вот я дала табличку. Эта табличка полезна для болгалтеров. Может быть, иногда по проводкам, конечно, легче вычислить, сколько у нас будет уплата бюджет. НДС, особенно если это касается импорта. Если у нас по импорту есть входящие НДС, сколько мы возьмем в зачет. Но мы, когда импортируем товары, собираем стоимость, мы берем себе стоимость товара или сырья, то, что касается сельхозпроизводителей, если закупается какое-то сырье, мы это все собираем и определяем, сколько у нас входящего НДС. Но мы его в цену не берем, себестоимость не берем. Тут мы формируем себестоимость. Все таможенные расходы плюс все расходы, которые необходимо произвести, чтобы это сырье или товар доехал до нашего склада, на наше производство или на наш склад для дальнейшей перепродажи. Мы здесь должны рассчитать его себестоимость. Мы сажаем все расходы, рассчитываем себестоимость. Туда мы закладываем свой приблизительно процент, ориентируясь, может быть, ориентируясь на свою политику, а может быть, ориентируясь на то, сколько учредитель хочет получить прибыли. Также надо, помимо того, что все прямые затраты, которые относятся на себестоимость добросырия или продукции, у нас еще есть расходы периода. Расходы периода у нас в основном административные расходы. Это учет на зарплаты, налоги, расходы на офис, аренду. Практически все знаете, те расходы, которые вычитаются, их тоже надо учесть, чтобы высчитать, сколько прибыли может получить учредитель или какую наценку надо закладывать, чтобы купить все наши постоянные расходы в виде расходов периода и затраты, которые мы понесли, чтобы это сырье или товар доехал до нашего склада. После этого, после определения, мы закладываем наценку, и уже потом мы высчитываем, после наценки мы высчитываем НДС, который мы передадим нашему покупателю, а наш покупатель возьмет его в зачет. И разницу между входящим таможенным НДСом и исходящим мы должны оплатить в налоговую. Но по налогам есть такой, по растаможке есть такой момент, опять-таки, который не все помнят и не все, может быть, сталкивались, особенно эта новость была актуальна в прошлом году, хотя ее ввели намного ранее, вот 21 ноября 2018 года, что весь товар, кроме лекарственных средств у нас приходится на баланс в момент передачи права собственности. Передача права собственности – это у нас условие инкотермс по импортным контрактам. То есть, если мы берем вино во Франции, и у нас экспорт условия, что мы забираем, наша транспортная компания вино забирает во Франции, то в данном случае на дату передачи нашей транспортной компании во Франции, мы сажаем у себя этот товар на баланс, и это товар у нас, который находится в пути. Продавать мы можем его только после того, как мы его растаможим и выпустим в режим ИМ-40, не НД-40, НД-40 еще нельзя продавать. Именно ИМ-40 выпустит свободное обращение. Вот тогда мы его можем продавать. И в данном случае стоимость товара и задолженность перед иностранным поставщиком возникнет именно во Франции, а не когда мы здесь растаможили. Если переход права собственности на таможенные границы CPTC, то есть он практически доезжает до нашей границы сюда, и мы его принимаем на границы, таможня принимает режим временного хранения, и мы начинаем его разтормаживать. Вот в момент ГТД ИМ-70 или ИМ-74 мы принимаем на баланс, и в этот момент возникает задолженность в иностранной валюте перед нашим поставщиком. В этот момент уже села стоимость товара. И дальше мы уже собираем все расходы, и после режима ИМ-40 мы передаем этот товар на склад и начинаем продавать. Или сырье мы передаем на склад сырья и начинаем использовать в производстве. Это тоже надо учитывать, потому что здесь совсем другая будет стоимость товара, и будет потом переоценка и курсовая разница. Совсем будет садиться по другому курсу, не на дату ИМ-40. Дальше, по таможне. Ну, вот здесь вот проводки по ведению, по другим режимам, как мы оприходуем товар, как мы оприходуем импорт, пошлины, сборы, и как формируется наша себестоимость, и передается товар на склад. И там мы уже знаем, под чем у нас товар, и какую наценку мы можем туда добавить с учетом наших расходов. Но есть один нюанс. При реализации импортированных товаров налогооблагаемая база определяется исходя из стоимости реализуемых товаров без включения налога на добавленную стоимость. Налоговая база по НДС не может быть ниже стоимость, от которой исчезнет фактически уплаченный налог в бюджет при возе. Проще говоря, если вы зарезли товар по цене 100 долларов, и вы оттуда заплатили 15 долларов НДС, вы не можете продавать этот товар, даже, может быть, он у вас пришел, таможенная база, по которой определяет, раньше товар это завозился по 100 долларов, вы завезли, допустим, его по 90. Но таможенная, таможня говорит, есть вариант, при котором до вас завозили по 100. Мы не знаем, как вы оценили товар, чтобы дороже его продать, получить больше, дешевле завести, но вы завозите таможенную НДС со 100 долларов. Значит, это будет, грубо говоря, 15 долларов. Вот ваш исходящий НДС потом, когда вы будете продавать, не должен быть ниже 15 долларов. То есть получится, да, вы на таможню заплатили 15 долларов, а в налоговую вы должны будете, допустим, а потом исходящий НДС, посчитали, что у вас 12 долларов выходит. И минус 3 доллара, как будто таможенная вам должна. Таможенная не может быть вам должна. Поэтому вот эти вот 3 доллара, если вы реализовали ниже таможенного НДС, вот эти 3 доллара будете добры начислить, опять же-таки, за свой расход. Это будет ваш расход, это вы принесете дополнительный налог, потому что вы продали ниже таможенной базы. Можно, но доплатите, пожалуйста, в налоговую, чтобы не было ситуации, что налоговая вам должна. Продавайте дороже тогда. Бывают такие ситуации с учетом всяких разных торговых и финансовых скидок. Ну, здесь табличка, ниже рыночной цены, если безвозмездно, и ниже таможенной стоимости. Доначисляем за свой счет, как считаем. И опять-таки, у нас в этом налоговом кодексе есть очень важное понятие рыночная цена. Рыночная цена, пока регламента нет, он и установлен, как высчитывается рыночная цена. Но если вы до этого продавали, если есть определенные прайс-листы, сходные какие-то прайсы, если есть цены конкурентов, то есть вы должны уже сейчас готовиться к тому, что отбить свою цену, если вы играете с ценой. Если вы свою продукцию, производственную продукцию продаете кому-то по одной цене, кому-то по другой цене, то есть вам придут и скажут, почему ты ему продал по 200 долларов, а ему продал за 100 долларов. То есть понятия себестоимости уже нет, есть понятие рыночной цены. Естественно, с 200 долларов вы заплатите больше НДС, и вы заплатите больше налог на прибыль. В данном случае логика такая. Налоговая заинтересована тем, что вы дороже продали и больше заплатили налогов. Если вы искусственно своему соседу продаете по 100 долларов, то здесь будет вопрос, почему вы реализовали настолько меньше, вы, наверное, договорились и вышли, ушли, уклонились от налога. Поэтому здесь рыночная цена, если вы придаете кому-то ниже достаточно, вы должны будете обязательно доначислить до рыночной цены. Или готовьте ценовую политику, при каких условиях и кому вы продаете дороже или дешевле. То есть сейчас, в этом году этот вопрос не актуален, но он уже действует. Этот регламент будет вывышен позже, как он будет работать, неизвестно. Но не забываем, что когда приходит налоговая проверка, она проверяет предыдущие пять лет. Вы уже не вспомните, что было пять лет назад, какая пандемия или какому соседу я продал намного дешевле свою, например, сельхозпродукцию. То есть в данном случае вы эти нюансы тоже должны учитывать, подготовиться заранее к каким-то приказам, документам, приложить ценовую политику, говорить в доп. соглашении, говорить в договоре, говорить в спецификации, условия, при которых вы играете с ценой. Далее. Ну и по поводу денежных скидок. В этом году поменяли вот недавно НСБУ номер 4, и у многих возникает большой вопрос в плане скидок. Когда эта скидка уменьшает стоимость товара, и когда она не уменьшает. И это было оговорено сначала в налоговом кодексе, но еще были какие-то моменты на практике непонятные, особенно многие любят использовать финансовые скидки. И уже НСБУ номер 4 подтвердила эту информацию, что если вы предоставляете финансовую скидку в момент реализации, например, он у вас закупает под 100% большую партию товара, большую партию сельхозпродукции. И говорит, ну, продай мне не по 100 тысяч сумм, я же большую партию, большой объем, сразу на 10 миллионов. Я хочу скидку. Он говорит, ну, хорошо, не по 100 тысяч сумм, я продам по 90 тысяч сумм. То есть он закупает большую партию, перечислил сразу всю стоимость оплаты, все 10 миллионов, и вы ему продаете не по 100 тысяч сумм, а по 90 тысяч сумм. То есть в момент реализации у вас уже известна цена, что вы эту скидку дали. И в данном случае вы эту скидку нигде не отражаете, вы просто пишете, количество умножено на 90 тысяч сумм. Это ваша цена. Но опять-таки не забываем это прописать в договоре, потому что придет проверка и спросит, почему вы продавали по 100, а мы продали по 90. Потому что здесь также уменьшается налог. Вот. Если он закупает у вас большую партию, но говорит, допустим, уже купил по 100 тысяч, вы ему отгрузили на 10 миллионов, и он сделал доплату в течение, допустим, не месяца оговоренных договоров, а в течение 10 дней. В течение 10 дней он погасил все 100% за товар. Вы говорите, спасибо большое, у меня на счету теперь есть деньги, которые мне были срочно нужны, и я тебе за это дам скидку. И в данном случае вы даете скидку, вы опять-таки пересчитываете по 90 тысяч, и вот эту разницу, она не уменьшает стоимость товара, он уже у себя по 100 тысяч посадил, он уже продает, вы не можете цены откорректировать. Вы уменьшаете вот эту стоимость доплаты, или вы уменьшаете допсчет фактуры минусовой, стоимость поставки. У него эта разница сядет, финансовый и прочий доход, ту разницу, которую он вам не доплатил. Вот в этом вся разница, это тоже должно быть прописано также в учетной политике. И безвозмездная передача. Мы можем передавать безвозмездно нашу продукцию, но здесь такой есть момент. Если вы безвозмездно передаете продукцию, налоговая база определяется, исходя из рыночной стоимости товара. Но если вы передаете и не на сторону для того, чтобы у вас есть обоснование, почему вы его передаете безвозмездно, и вы не направляете это все на уклонение от налогообложения, согласно статье 248 налогового кодекса, то в данном случае рыночная цена не будет применяться. Почему? Потому что у вас есть экономическое оправдание. В каких случаях вы безвозмездно дарите, передаете, и когда это экономически оправдано? Если это произведено в целях осуществления деятельности. Например, вы завозите товар, сертификационный комитет для сертификации, для отбора, для анализа, для исследования, центр стандартизации сертификации. Нужен им этот образец. Он делает отбор из нескольких партий, количество по 10 штук, чтобы предоставить потом сертификат. В данном случае, для того, чтобы вам еще деятельность произвести, вам необходимо понести этот расход и отдать им эти образцы. То здесь не применяется рыночная цена. Также, если направлено на получение дохода. Если у вас проходит какая-то рекламная акция, и вы передаете, но, опять-таки, когда идет рекламная акция, вам нужны подтверждающие документы. Любые фотографии. Вы покупаете логотипы, ручки делаете с логотипами, пакеты с логотипами. Вы проводите какую-то конференцию, где все раздаете. У вас есть аренда. Вам нужно подтверждение, что это действительно была ситуация. У вас была акция. Вы неизвестно, неопределенно, большому количеству людей раздали. В данном случае доход не возникнет у физика, а у вас будет рекламная акция. Или вы воспользовались компанией, которая проводит рекламную акцию официально. Вы передаете ей образцы. Все это сделано для того, чтобы в дальнейшем вы раскрутили свою компанию и получили доход. Вот в данном случае здесь вы можете передавать безвозмездно. Зачет возврата НДС. У нас наступило 1 июля. Нам с 1 июля налоговая обещала возврат НДС. И в каких случаях он возможен? Пока порядка нету по возврату НДС. Но у многих, у кого был входящий НДС больше, чем исходящий, конечно же, много было в зачет. При переплате НДС, если мы излишне его уплатили, если у нас изыскали, если НДС был больше, или был товар облагаемый по нулевой ставке, то есть это можно будет потом, все, выйдет положение, можно будет вернуть из налоговой. Конечно, они будут проверять, проверять будут ваши входящие и исходящие счет факторы. Далее. Перерасчет отчета. Перерасчет отчета мы можем сдавать. Это касается, конечно, бухгалтеров. Если мы заранее оплатили налог и не вышло НДОНКИ, ничего страшного. Мы можем спокойно сдавать перерасчет. Если, конечно, была НДОНКИ, они начислят туда пение и сами их выставят. Приходят к нам о том, что они извещают. Вы, да, мы вам столько насчитали. Согласны ли вы, если мы эти деньги снимем? Мы говорим, да, согласны. Ну, а непредоставление налоговой отчетности вообще влечет наложение штрафа в размере 1% за каждый день просрочки неуплаченные в установленный срок суммы налога. Сейчас, конечно, они не применяют никаких штрафных санкций в связи с тем, что сейчас очень трудно передвигаться, многие не работают, но это будет действовать и в следующем году. Так что не забываем об этом и держим руку на пульсе. Касательно налога на прибыль. Очень интересный налог на прибыль. Нам нужно знать, конечно, все невычитаемые расходы, особенно когда нашему руководству или собственникам хочется перечислить деньги сюда-туда, провести какие-то расходы. Но на практике, проще говоря, все руководители и собственники привыкли, что если он собственник-руководитель, то в компании его и может он делать деньги, с компаниями, с расчетным счетом, что угодно. Нет. Компания – это отдельное юрлицо. Это юрлицо, которое связано с собственниками только в рамках уставного капитала и дивидендов. То есть юрлицо должно своему собственнику дивиденды. Все. Если это директор, с директором юрлицо связано лишь с зарплатой. То есть это деньги юридического лица. И поэтому нужно знать, что это юрлицо должно нести соответствующие такие расходы, которые бы только приносили доход. Если эти расходы не касаются этой деятельности компании или эти расходы не приносят дохода, это невычитаемые расходы. Или те расходы, которые компания могла бы избежать, но не избежала по вине директора, который вдруг решил купить блатной номер на машину, ну, там, три семерки, да, или перечислены вообще за какие-то мероприятия, которые вообще оздоровительные, или отправлены сотрудники отдыхать, по идее, да, выплачивайте, пожалуйста, зарплату своим сотрудникам, платите зарплаты, налоги, пусть сотрудники сами летят. Это не забота юрлица. Юрлицо с сотрудниками связано только с зарплатой их работы. Все, остальные все расходы, которые не касаются, не должны быть понесены. Если их понесли, то мы их возвращаем, они облагаются налогом на прибыль. Поэтому и пройдемся быстренько по расходам. В этом году правило такое. Прибыль – это все доходы минус все наши вычитаемые расходы. То есть все те вычитаемые расходы, которые мы должны были понести в рамках своей деятельности или которые нам приносят доход. Вот прямым примером это какие-то маркетинговые услуги, реклама по телевидению, которые рекламируют какой-то товар и нам приносят доход. Соответственно, это может быть бонусом какой-то товар, который раздали. И, но не вычитаемые, потери товара сверх норм естественной убыли. То есть если это производство, вы что-то производите, вы знаете, что у вас уже технологом разработаны какие-то потери, то есть это вычитаемые. Если у вас нет потерь, но какая-то есть недостача, то это будет, это недостача будет невычитаемым расходом. Дальше. Если вы за физлица что-то оплатили в виде какой-то его материальной выгоды, выплаты за использование личного автомобиля сверх норм. У нас есть нормы в размерах лошадиных сил. Расходы на осуществление благотворительной помощи, за исключением средств, направленных на оказание меценатской поддержки. Убытки от хищения недостачи, если бы они не выявлены. Кто что украл? Не пойду, нет. Проверили инвентаризацию, нет у нас в складе. Где искать? Времени много прошло, там, при целом квартале не проверяли количество сырья или товара на складе. В данном случае, пожалуйста, сделайте их невычитаемым. То есть они не уменьшают ваш налог на прибыль. Налоги уплачены за других лиц. Налоги и сборы, да, начислены по результатам налоговой проверки. Если вы так плохо работали, уходили от налогового вложения или что-то, производили какие-то нарушения, работали неправильно, пришла налоговая, у вас расшрафовала, то есть если бы вы работали правильно, вы бы этот расход не понесли. В данном случае вы виноваты, что вы этот расход понесли, и значит, он будет невычитаемым. Также это мероприятия по охране здоровья, спортивные, культурные, отдых. Ну, это для сотрудников, это тоже все невычитаемое. Расходы, связанные с получением доходов, не подлежащих налогообложению. Расходы по операциям, совершенным без фактического оказания услуг, отгрузки товара в случае, когда такой факт установлен решением суда. Вот касательно расходов, понесенных без фактического оказания услуг. Это еще одна статья. Бэм, ну, НДС к нам пришел, и пришел уже со схемами, скажем так. Он давно уже действует за границей. В России наши предприниматели, предприимчивые, пытаются все-таки найти какие-то схемы, брать больше в зачет, чтобы исходящий НДС, чтобы меньше заплатить. И в данном случае налогового кодекса появилось две очень крутые статьи. Это номер 14 и номер 15. Номер 14 – это экономическое содержание сделки. То есть раньше мы использовали договора новации, когда займы у нас превращались в договора купли-продажи или договор купли-продажи превращался в займы. Ходили, носили этот товар сюда, туда, из одной компании в другую, потом продавали, деньгами возвращали. Это все тогда происходило, пытались, но юридически можно было много чего уйти. Сейчас нет. Сейчас говорят, что должно быть экономическое содержание сделки в приоритете. Что это значит? То есть независимо от того, как вы юридически оформили договор, как вы его назвали, налоговая придет и посмотрит, что же там на самом деле произошло. Была ли на самом деле отгрузка товара? Была ли выполнена на самом деле там очень дорогостоящая услуга? Хотя если, допустим, очень часто, да, ЕТТ, которые расслуживают компьютеры и все прочее, у них у каждого в звоните спросить. Цена всегда, можно определить цену, за сколько в среднем стоит эта услуга. Поэтому здесь это все. Налоговая, они молодцы, они очень умные ребята. Все эти схемы, они всегда все про нас знают. Когда мы крутим операции по расчетному счету, не надо думать, что налоговая ничего не знает. Налоговая имеет доступ к нашему расчетному счету и по нему она определяет, чем мы занимаемся, какой товар ходит, соответствует ли он нашей деятельности. Если они придут и спросят, проверят, и на самом деле там экономического содержания, то есть фактически под оговором ничего не прошло или прошла какая-то мнимая сделка, и в данном случае они могут поменять вообще и налогообложение, и статус юрлица, и характер деятельности. Они имеют на это право. Потому что мы злоупотребляли право и уменьшили налог, бюджет. И статья 15 «Должная осмотрительность при выборе контрагентов». Мы теперь не можем сказать, мы не знаем, это он. Он закрылся, ликвидировался через полгода, вот там он что-то делал, мы теперь ничего не знаем. Нет. Теперь говорят, вы должны были выбирать добросовестных, порядочных налогоплательщиков. А что, вы не знали, с кем вы работали? То есть и здесь могут быть большие проблемы. Поэтому надо ввести в строгий учет своих расходов. Ну и также у нас пение штрафа, стоимость безвозмездно переданного имущества. У нас тоже невычитаемый расход. Убытки от списания товара материальных ценностей по причине негодности. Если у нас истек срок годности, вы должны были продать его до истечения срока годности. Если вы не просчитали, это не смогли, то не надо было вообще закупать товар с коротким сроком годности. То есть здесь умышленная какая-то сделка. В данном случае это будет невычитаемый расход. Вы свой бизнес должны продумывать. И проценты по просроченным кредитам, и штрафы, пение за нарушение условий хозяйственных договоров. Это все они придут проверять при проверке, которые у нас есть три вида. На данный момент действует две. Это камеральная проверка, по которой вам приходят алабинома. И они говорят, ваш отчет не соответствует. Поясните, пожалуйста, почему у вас большой остаток предоплаты в прошлом году. В этом году вы реализовали столько, и остаток предоплаты остался столько. Так где остальной товар? Почему он у вас лежит на складе, и вы его не продаете? То есть в данном случае вы объясняете, почему вы не можете его продать. Такой маленький оборот, а предоплата большая. Да, они уже крыжат балансы 2019 года, и уже на протяжении 7 месяцев они отправляют этот алабинома, и выясняют, почему же у вас такая маленькая выручка, почему вы этот товар не продаете. Выясная проверка. Они задаются приказы на 10 дней, ведется учетная, проверяется учетная документация, движение товаро-материальных ценностей, движение денежных средств. Они уже смотрят, что вы делаете на самом деле. И налоговый аудит, который вступает со следующего года, это проверка правильности исчисления уплаты налогов за определенный период времени на основании фактора риска. Если вы очень странное, очень заведение, которое меняет место постоянно, локацию, неизвестно чем занимаетесь, нарушаете, не издаете отчеты, не задерживаете налоги, там 80 пунктов, по которым вас налоговая ценят. Но они, конечно, составят список, уведомлят вас, что придут на проверку, она начинается до 30 дней, а могут продлить до 3 месяцев. Вот такая ситуация. И что бы еще хотелось сказать, у нас ставка налога на прибыль по фермерским хозяйствам 0. Здесь хорошо повезло, но, конечно, остается НДС. Также льгота снизилась за пользование водой для сельхозу в воде на 50% ставка налога на воду. У них также дивиденды фермерского хозяйства, то есть их прибыль приравняла с дивидендом, у них налог на дивиденды 5%. И налог с оборота 4. Но, в принципе, по сельхозпродукции... Ну и, конечно, если вы планируете заниматься агропромышленностью, производством сельхозпродукции, особенно это касается иностранных инвестиций, по указам президента у нас очень много свободных экономических зон. Если вы собираетесь заниматься там производством, строить завод с привлечением большого капитала, вам дают льготы. Льготы, кроме НДС, но вы должны будете в течение двух лет все построить, произвести и начать уже экспорт продукции. На все это можно просмотреть указы президента. Они есть, поэтому, когда вы выбираете землю и планируете чем-либо заниматься, здесь тоже нужно сначала просмотреть, какие есть указы в этой области, где лучше открыться, в той же самой Сардарье, получить льготу, попасть в свободную экономическую зону и иметь очень много-много преференций. Ну все. На воду уложила сейчас свой час. Все успели. Если есть вопросы, мы попробуем сейчас в рамках времени ответить. Отлично, Лола. Благодарю вас за столь интересный вебинар. Я даже не отлучался от экрана, все время слушал, даже допил воду наконец-то. Так, давайте же тогда вернемся к вопросам. Один из участников, Экиметов, задает такой вопрос. Какой оптимальный вариант перевести недвижимого имущества из юридического лица на физическое лицо, у которой балансовая остаточная стоимость 160 миллионов предприятие является плательщиком единой налоговой платежи? Ну, здесь купля-продажа идет. Если, конечно, вы были плательщиками НДС, но смотря еще как, если физическое лицо является учредителем или постороннее физическое лицо, в данном случае, если это постороннее физическое лицо, то вы можете практически продать по остаточной стоимости его, если вы заинтересованы в том, чтобы уменьшить, вы можете продать. У вас будет прочий доход, сядет разница, остаточная стоимость плюс накопительная положительная переоценка. Это ваш будет облагаемый... Ну, здесь очень маленький процент, в принципе, для единого налогового платежа, в отличие от НДС. НДС, конечно, 15, если у вас 4%, то есть самый лучший вариант. И в данном случае вы должны остаточную стоимость потом доказать, что это действительная стоимость, если никакой нет дополнительной рыночной цены, и это ваша реальная остаточная стоимость, чтобы не было потом до начислей, вам надо доказать, что ваша остаточная стоимость – это рыночная цена. Вот. А если это учредитель, и он может просто в счет своей доли забрать это здание. Так, Экиметов, мы смогли ответить на ваши вопросы? У вас есть дополнительные вопросы? Можете на почту написать, если у вас со всеми нюансами, которые у вас там есть, списать, мы можем вам потом ответить. Отлично. Так, у нас второй вопрос. Еще Джон задает вопрос. Мы гостиница. Стоимость номера входит и стоимость завтрака. Стоимость номера – 250 тысяч сумм с завтраком. То есть 200 тысяч сумм сам номер и 50 тысяч сумм – это завтрак. Завтрак готовит ресторан, и он отдельное юридическое лицо. Поэтому из поступившей суммы, 250 тысяч сумм, 50 тысяч сумм мы перечисляем ресторану. При этом мы платим налог с 250 тысяч. И ресторан с 50 тысяч платит налог. Это правильно? Как избежать двойное налогообложение? Действительно, очень интересный вопрос. Ну, гостиница – это целая отдельная отрасль. Туризм – гостиница, по которым было очень много изменений. Это надо поднимать законодательство в вашем отношении. Вообще, конечно, в данном случае ресторан должен был как-то поддельно предоставлять, как отдельное юридическое лицо. Вот, логически. Но если вы платите с 250, этот вопрос, скорее всего, надо рассматривать с налоговой точки зрения и с налоговиками, потому что здесь нужно потом налоговикам объяснить, почему вы должны с 200 тысяч платить. Но вы тоже свой вопрос отправьте на почту. Я подниму законодательство гостиницы, ресторана, потому что это общепит. Вот. И посмотрю, что можно будет сделать. А где ваша почта, Лола? Да, я сейчас напишу. Подробно ответим, как можно будет здесь. Ну, у нас, как я всегда говорю, у нас такое законодательство, при котором практически нет оптимизации расходов. Ну, хотя иногда удается, но удается, опять-таки, учредителям, которые пытаются вникать в сам процесс и сами уже работают со своей фантазией. Согласен. Дальше, Джон, мы в полной мере сейчас не смогли ответить, но наш спикер оставляет свою электронную почту, куда вы можете написать. Просто скопируйте свой вопрос или сделайте скриншот. В любом случае, скриншот у меня есть. Лола, я вам скину. Дальше, Джон, просто напомните Лоле о том, что вы задавали данный вопрос, и, может быть, вы найдете свой ответ после вебинара. Как вы на это смотрите? Здесь есть по фермерскому хозяйству представитель. Интересно. Ну, учитывая, что у нас участники довольно-таки больше слушают, поэтому можно предположить, что их тут немало на самом деле, потому что все-таки Агроком проект охватывает и именно агросектор. То есть они тут есть. Если вам есть что-то добавить, то было бы... Очень хотелось бы добавить из практики по аналитике, учитывая пандемию, многие сейчас, которые находятся без работы и деятельности практически нет, особенно очень много общепитов пострадало, ресторанам, много компаний. И могу сказать, что просто по наблюдению сейчас основные компании, которые успешно остаются в режиме онлайн, это, конечно, торговля, это производство, это сельское хозяйство и это фармацевтика. То есть это те отрасли, которые, в принципе, я так думаю, они будут неубиваемые вообще, которые будут всегда работать. И с учетом того, что сколько у нас земли и сколько преференций отдается или вот на инвестиции и на развитие агро и сельхоз, я думаю, конечно, с этим... Тем более у них нулевая ставка налога на прибыль. То есть там практически идет разница по НДСу, НДС 15% с разницей между сходящим и сходящим НДС. Это очень замечательно, потому что за сельским хозяйством будущее. Настолько мы модернизируем свою страну и застроили всеми вот этими финансовыми пузырями, схемами купи-продай, то производства сейчас очень мало, которое наша республика поднимает. И всегда Узбекистан славился сельским хозяйством. Поэтому по сельскому хозяйству, даже если больше 50 гектаров земли, то есть все-таки дали льготу и по воде 50%, дали льготу, и дали льготу также по... Ну, нулевую ставку по налогу на прибыль. И если компания занимается практически 90% деятельности, является сельское хозяйство и производство, то в данном случае вся 10% другого вида деятельности тоже вам дает льготу на любую ставку налога на прибыль. В данном случае у вас вообще не будет налога на прибыль. Но если вы эту планку перейдете, например, у вас всего будет составлять 70%, вот те 30% будут облагаться, например, вы одновременно занимаетесь другим видом деятельности, продажей, констоваров или еще производством моющих средств, помимо сельхоз. Вот эти 30% будут облагаться налогом на прибыль 15%, и в данном случае вам надо будет ввести раздельный учет. То есть все доходы по сельскому хозяйству, все расходы по сельскому хозяйству считаем отдельно. Все доходы, например, по производству моющих средств и расходы по производству моющих средств считаем отдельно. Общие расходы периода, административные затраты какие-то, например, ваш отдел маркетинга, который занимается, там, отдел сбыток, который занимается сбытом сельхоз, сельхоз, продукт и моющих средств, например, вы не можете определить, куда он, или туда его расход по зарплате, или сюда. То в данном случае общие затраты будут делиться по пропорции 70 и 30 и выводиться по каждому направлению, отдельно будет выводиться налог на прибыль. И в данном случае от 70% будет налог на прибыль 0, а от моющих средств вы считаете налог на прибыль, и у вас там вот эти 30%, вы от них считаете, от этой прибыли будете платить 15% налог на прибыль. Это такой есть тоже нюанс, он прописан в налоговом кодексе при наличии нулевых ставок. Ну вот. Лола, спасибо за, как говорится, «cherry on top of the cake», то есть, что вы добавили эту вишенку сверху нашего сегодняшнего торта. Кто-то пишет нам в чате, но посмотрим, если они смогут дописать, то окей. Лола, какие будут ваши пожелания, наставления, советы нашим участникам? Ну, хотелось бы пожелать, да, в условиях пандемии, карантина, конечно, беречь нервы. Мы все-таки прорвемся. Узбекистан достаточно сильная и богатая республика, и нам нужно поднимать те области, которые у нас страдают, и в данном случае пандемия это показала. И, конечно же, пожелать, чтобы каждый день выходят какие-то указы. Это все необходимо читать, чтобы вовремя использовать льготы. И учредителям и бизнесменам надо напрямую участвовать в своих денежных потоках, потому что они заинтересованы прежде всего на своей прибыли, потому что сотрудник не всегда заинтересован, получает все-таки свою зарплату. И он может просто осиживать свое рабочее время, получая за это зарплату. И надо все-таки по финансовому планированию развиваться. Очень много доступных вебинаров, очень много полезных в YouTube, как управлять денежными потоками, как управлять своими расходами, как планировать свою прибыль и свои расходы. Еженедельно, чтобы на расчетном счету всегда было свободное финансовое средство, которые вы могли бы потом вложить в более перспективные области. То есть это надо заниматься стратегией, надо заниматься финпланированием, надо заниматься мотивацией персонала. И она не только, конечно, финансовая, она еще и моральная. Когда достойно оттенешь своих сотрудников, которые действительно стараются. Если это все сложить, будет очень крутая такая бизнес-модель, при которой всегда можно вести бизнес. Потому что с этого года мы выходим на международные стандарты, со следующего года для крупных предприятий и акционерных обществ, госпредприятий. Международные стандарты будут обязательно. Это говорит о том, что у нас начали работать законы рыночной экономики. И от них никуда не деться, потому что уже эти законы нам диктуют формулы, эти законы нам диктуют условия, при которых мы должны изучать, чтобы правильно высчитывать стоимость продажи, чтобы правильно выходить на прибыль, чтобы вовремя платить налоги, чтобы не было ни доимки, ни страдал бюджет, но и все-таки наши пенсионеры. Спасибо за ваши пожелания, наставления, а также советы. Лола, мы надеемся, что все-таки пандемия скоро отступит, и мы вернемся к нормальному, прежнему образу жизни. Ваши пожелания и советы действительно очень уместны. Спасибо за них. Дорогие друзья, дорогие участники, надеюсь, вебинар был для всех полезным, и каждый из нас забрали для себя что-то интересное, полезное, что можно использовать именно в бизнесе, на работе, в управлении, и в управлении финансовыми потоками. Хотелось бы объявить, что у нас и завтра тоже будет вебинар. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал BMGUS, где мы объявим тему и описание завтрашнего вебинара. Пока что я вам желаю хорошего дня, хороших праздников, и берегите себя. Еще раз спасибо, Лола, за ваш очень-очень содержательный, интересный... Спасибо. 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 Спасибо.